Перничать. Для Светланы Трепапина это первый такой успех, впервые она на подиуме этапа Кубка Мира. Будет в Падуе, в Италии, проходит знаменитейший турнир, трофей Люксарда. Камиль Ибрагимов в восьмерке сильнейших. Там его соперником будет первый номер мирового рейтинга кореец Ким Джон Хван. Ну вот за этим мы, конечно, сегодня тоже всеми событиями будем следить. Ну и еще в Эспо соревнуются юниоры, шпажисты и шпажистки. Турнир европейского молодежного цикла для спортсменов до 23 в Мейлане, Франция. И раперисты этого же возраста в Испании. Ну а у нас до 17 лет сабля и второй полуфинал. Второй полуфинал. Сергей Кочешков и Данила Дьяченко. 1-0. Нижегородик ведет, но тут же сравнивает Данила. Вот так, если по цифрам судить, то второй полуфинал должен быть слабее, чем первый. Но, вопреки всем тем же статистическим данным, Дьяченко в полуфинале победил Прохора Свитича, который лидер всероссийского конецкого рейтинга в атаке. Кочешков, удар за ударом, вот в 4 теперь мы видим. Не в 4, в 3. 4 удара просто нанес Кочешков. 3 преимущества. Уже в 4. Очень стремительно начинает Сергей, снова в атаке, но на этот раз промазывает. Да, здесь Нижегородица, по идее, если судить по рейтингу, должен считаться фаворитом. Но пока он доведет со счетом 6-2. Он тоже из Арзамаса. И поэтому те слова, которые я говорил про Сергея Келюкова, равным образом относятся и к нему. Ну, а Данила Дьяченко, как тоже я уже говорил, представитель династии Дьяченко Петербургской. Владимир Мирочи Наталья Александровна Дьяченко, знаменитые тренеры. Их дети, брат и сестра Алексей Дьяченко, чемпион мира. Екатерина Дьяченко, олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро. Ну и вот Данила Алексеевич, сын Алексея Дьяченко, сейчас призер кадетского чемпионата страны. Уже призер. Ну, первый период он уступил с счетом 3-8. Да, причем очень быстро. И, скажем так, то ли Кочешков в ударе, то ли Данил не настроился. Но постоянно проваливал он атаки. Причем достаточно простые фразы. Получал парад-репост в одно действие или в атаке. Как-то даже не пробовал защититься, а просто в контратаку выходил без разы в дистанции. Даже как-то без шансов. Ну, сейчас тренер подошел, я думаю, должен что-то сказать. Подсказать, чтобы встреча пошла уже в другом русле. Ну, Даниле 15 лет, еще ему год фехтовать в этой возрастной категории. Поэтому время у него еще есть. Остальные, кстати, спортсмены 2000 года рождения. И они уже на следующем сезоне будут фехтовать по юниорам. Возвращается на дорожку. Второй период начинается с двух фонарей, обоюдного укола. Ну, вот Дьяченко сокращает разрыв в счете. Да, вышел в атаку, раскрутил оппонента. Нанес удар. А здесь опоздал. Первый Сергей был в атаке. Провалил в атаке. Дьяченко остановился. Такую паузу взял. И абсолютно спокойно. Нижегородец. Десятый удар нанес. Слева в атаке. Готово. Начинайте. Десять пять. И обоюдные фонари. Раньше никто не вышел. Вместе спортсмены атаковали. Попытался парад сейчас взять Дьяченко, но пропустил. Одиннадцатый удар. В атаке обоюдные. Удар не присуждается. В атаке Дьяченко. Раскрутил. Шестой удар. В очень высоком темпе проходит период. Ну, собственно, сабля всегда такая. Или смотреть бой, комментировать именно фразы, или какие-то интересные факты рассказывают. Ну, вот сейчас попытался Дьяченко, знаете, в стиле Алексея Якименко. Раннего Якименко, можно так сказать. Который любил такие удары наносить в полете. Ну-ка, Чешков был готов. Парад репост. Ну, а сейчас еще одну атаку. И тринадцать шесть уже. Достал в руку. Седьмой удар нанес. С параду Кочешкова не вышел. Ответная атака со стороны Кочешкова. Четырнадцатый удар провалил фразу сейчас. Дьяченко не пошел в атаку до конца. Снова в прыжке мы видим Дьяченко. Там два фонаря. Удар никому не присуждается. Проваливает. Ждет на себя защищаться. И все. Пытается, сливает просто сейчас тоже фразу. Пятнадцать семь. Побеждает Кочешков. И в финале встретится с Кириллом Тюлюковым. С Никитой Пресновым. С Никитой Пресновым. А Кириллом Тюлюковым мы поздравляем с бронзовой медалью, так же, как и Данила Дьяченко. Ну, пока ребята отдыхают, на дорожку выходят девушки. Первые женские. Четверки. Да, хотел сказать, что в четверке сильнейших три москвички. Анна Кудряева, Ксения Нероба, Дарья Дрозд. И вот Мария Шумская из Новосибирска. Что интересно, что в принципе могла быть и четвертая московская фехтовальщица Кристина.